Ребят, привет! Вы находитесь на канале Ливацкий Хаус. Сегодня у нас очередной день продолжения работ, связанных с кессоном и септиком. Так как я при подготовке повредил спину, сегодня я на помощь взял двух ребят. Они уже приступили к работе, так что я вам освещу немножко их работу, покажу, познакомлю. Хорошие ребята. Нормально так работают уже. Ребята уже работают в кости лица. Кстати, ребят, вот если вы можете просто тягать по геотекстилю, это ничего страшного. На камеру не обязательно так хорошо работать, можно потихоньку. Для донного фильтра использовал гранитный щебень фракции 20-40. На фильтр было затращено около 6 метров кубических щебня. А для устройства основания под кессон оставил около 1 метра кубического. Еще раз повторюсь, при устройстве донного фильтра никогда не используйте геотекстиль. Ну что, смотрите, ребят, за 20 минут ребята справились. Красавчики! Вот так. Сейчас приступим к кессону. У нас уже все готово. Сейчас геотекстилем закрою. Любые все-таки бомбони. Так как грунт на участке и под основанием кессона с хорошей фильтрацией, то для выравнивания площадки под кессон применил щебеночную подушку толщиной около 200 миллиметров. Больше используемую как дренаж, чтобы в кессоне не стояла воды в случае чего. Вот, что в итоге получилось. Еще пока мы ждем кольца, которые приедут к нам где-то обещать, наверное, после 12. Вот, раскидаем еще вот эти вот две кучи, которые будут под времянку, пока есть время. И вот мы уже подготовили наш донный фильтр. Так, а я еще съезжу пока за ЦПС. Надо подготовить будет ребятам инструменты, материалы для монтажа колец железобетона. Так что у нас сегодня еще много чего интересного, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Отметив границы нашей подсыпки и отдав последние наставления и водные норали и фердаусу, приступили к выполнению основания под летний доник. Но мы только в начале пути. Если вспомнить наше видео, где снимались отметки участка, то мы увидим, что перепад у нас в этом месте больше 90 сантиметров, а с учетом снятого растительного слоя, все 130-140 сантиметров. Так что предстоит еще навести много грунта. Местный же грунт, а это суглинок, который нам достался от кессона и септика, буду использовать для подъема в местах, где не будет никаких сооружений. В который раз нам перенесли время подачи манипулятора, поэтому мы приступили к расчистке траншеи под электрокабель. Машины все нет и нет. Пока Нуралей дочищает траншею под электрокабель, фердаус приступил к траншеи под водопровод. Ну так, дорогие подписчики, тут уже мы даже закончили крытье всех траншей, уже закончили под кабель и уже почистили траншею под водопровод, который пойдет в бытовку. Уже все сделано, все сделано, машины до сих пор нет. Оператору тоже звоню, он говорит, что есть, есть, должен, должен быть уже. Водитель почему-то не отвечает, то ли он на загрузке, то ли где он едет. Непонятно. Так что его ждем еще. Тут ребята тоже уже начинают волноваться, уже время к концу подходит. Ну так что мы еще остаемся, ждем. Все-таки мы думаем, что монтаж сегодня еще случится. Так что не переключайтесь. Мы до сих пор все ждем машину, мы уже не выдержали. Мы съездили за шавермой, так что уже подкрепляемся. Ну невозможно ждать, уже надоело. Так, машины мы и сегодня не дождались. Позвонил, позвонил нам оператор, сказал, что манипулятор сломан, у него что-то там сломалось. И он завис на предыдущем объекте. Поэтому к нам он не приехал. Обещали машину завтра, но уже один насадочек остался, так как я сегодня специально для этого нанимал рабочих, которые могли бы помочь смонтировать полисы, поэтому придется завтра их еще нанимать. Здесь мы еще попали на денежку. Вот, бывают и такие парадоксы, как говорится. Так бывает, это стройка. Поэтому завтра опять же ждем видео, уже монтажа колец. Посмотрим, посмотрим, как завтра у нас пойдет дело. Я думаю, уже мы наконец-то справимся с этой задачей. Я думал в субботу себе сделать выходным, а в воскресенье опять нанять рабочих, этих же, которые сегодня были ребятами, в сей день и турбин. Но, получается, что будем еще и субботу работать. Ну, как работать? Ну, контролировать. У меня вот спина была, я не могу ничего делать. И в воскресенье мы тоже, получается, будем на объекте. Так что, до встречи! До встречи! Завтра! Наконец-то мы дождались сегодня наших колец. Сейчас вот опять в Голупопелях. говорили, к 12 машина будет. Сегодня уже даже подача раньше была. Так что, сейчас происходит. Будем производить монтаж колец. Сейчас идет дождь. Я буду так, по мере возможности снимать. Так, ребят, вот мы уже приступили к монтажу колец. У нас где-то тут, я думаю, за часа два не справимся. Может, даже быстрее. Все зависит, как будет оперативная работа или нет. Ну, наконец-то! Мы приступили к монтажу септика. Первая камера имеет ширину кольца полтора метра. Вторая – один метр. Общая высота камер составит 1,8 метра. Общий рабочий объем септика с учетом трехкратного запаса составит 3 метра кубических. Это приблизительно на 5 человек. Сейчас бы верхние кольца камер септика я бы брал без встроенной плитной части и накрывал отдельными плитами, так как встроенные плиты имеют толщину 15 сантиметров. И этим они съедают рабочий объем септика. Продолжение следует... А здесь нам, неопытно, показали мастер-класс, как правильно и быстро укладывать раствор для стыковки колец и как затирать правильно швы. Если вы будете затирать швы раствором с жидким стеклом, то используйте под обычными перчатками резиновые, иначе будет на следующий день сильно сушить руки. Субтитры подогнал «Симон» Самым важным в септике – это знать грунт, в котором будет расположен донный фильтр, и уровень грунтовых вод. Расчет септика и на что обратить внимание при его проектировании я покажу в одном из следующих видео. Все, все не так легко, как смотришь на канал. Ну, потихоньку мы как-то идем монтаж и монтируем. Уже септик смонтировали, сейчас переступаем к кессону. Сейчас выберу более удачную точку, и будем продолжим съемки. Кессон также выполнен из колец полтора метра и высотой по 900 миллиметров каждая. Ну так, ребят, произвели монтаж колец, только почему-то одного кольца не хватает, странно. и заказывал все, как должно быть. Сейчас я вот проверю, какой у нас заказ, и будем смотреть по факту. Ну, что-то, блин, сейчас от часу не легче, что-то какие-то все запарываем. Уже второй раз с этим манипулятором, какая-то жопа. Ну, сейчас посмотрим. Вот он уже потихоньку собирается, сейчас сделаем расчет, и будем потихоньку сворачиваться. А, не, не сворачиваться, мы еще швы заделаем, и будем сворачиваться. Так что оставайтесь на канале. Да, ребят, как и ожидалось, блин, там не перебили кольцо, то есть люки 4 штуки привезли, а кольца не перебили. Странно как-то вот, потому что я отправлял 4 кольца 700-ок, приехало 3, но, как видите, он сейчас вот ближе, чтобы не голосовать. Вот, получается. Люка у нас получилось 4. То есть 4 люка они сделали, а кэс-ок 700-ок, почему-то 3, хотя я отправлял 4, как я увидел. То есть опять какой-то косяк. Ну, блин, опять говорю, эта стройка всегда что-то непредсказуемое. Так что вот, сейчас мы доделываем швы, затираем. Раствор для монтажа колец и затирки швов делали из ЦПС с добавлением жидкого стекла. Как показала практика, лучше раствор делать самому при наличии песка. Или добавлять цемента в ЦПС. Опять, короче, осадочек остался. Вот это все-таки кольцо. Надо пережить это, переболеть этим. Ну, немножко напрягать на самом деле. Эта ситуация дурацкая. Сейчас мы смонтировали все вместе и уже забыли. А так надо сейчас думать, что с этим кольцом делать, какой-то манипулятор звать. Расскажу вам, кто. По факту. Вот такие выдела. А мы замазываем наши колечки. Наш септик. Видите, как он выглядит? Потихоньку промазываем все швы. Надо промазать все швы. Будет. И внутри все убрать, зачистить вот эту грязь, которая у нас есть. Вот эта грязь, которая выдавила. Вот тут сколько грязи. Короче, это все почистить будет. А на этом у нас пока все. Если видео понравилось, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok